Здравствуйте! А сегодня у нас в гостях персонажи, которые в общем-то в представлении и не нуждаются. Дед Мороз и Снегурочка. Самое, что ни на есть, настоящее. Начнем мы, наверное, с пожеланий новосибирцев. Дорогие новосибирцы, я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия. И несмотря на сложный период времени, я думаю, что все сибиряки выстоят и все будет хорошо. А самое главное, не забудьте в новогоднюю ночь поверить в то, что я действительно существую и исполняю желания. А вам для этого нужно просто очень захотеть. Я вот верю. И я, между прочим, тут узнала, что Дед Мороз у нас, вдобавок к тому, что он волшебник и дарит подарки, он еще и отлично танцует и в спектаклях участвует. Правда, Витя? Да, действительно. Я такой. Да, и все это происходит в рамках государственного академического сибирского русского народного хора. Расскажите, пожалуйста, что это за спектакль, когда мы его уже увидим? Это спектакль новый. Он поставлен буквально на днях, мы его закончили. Этот спектакль рассказывает о дружбе, о борьбе добра и зла. Там очень много действующих героев. Коза. Самый главный персонаж. Самый главный персонаж. Оптя-Оптя. Этот персонаж, я достал из глубокой древности. Это Оптя-Оптя, это, значит, конфетный человек. То есть он, как новогодняя елка, увешан конфетами. И дети, исполняя его желания, они снимают с него конфеты и угощают. Только на 31 декабря они должны раскрыть эту конфетку и загадать желание. То есть конфетки настоящие? Конфетки настоящие. Я учту, когда приду на спектакль, постараюсь поближе держаться к Опти-Опти. Если успеете, я сняла конфету. Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот такие шикарные просто костюмы. Вот у Снегурочки вообще просто сказка. Ну и Дедушки Мороз, конечно, тоже. Как костюмы эти придумывались? Решили вообще очень много, я так понимаю, спектаклей самых разных. Ну, у Снегурочки нарядов очень много. Это один из нарядов новогодней сказки. С нами, с сибирским хором, работают профессиональные дизайнеры, художники. Поэтому, как бы, проблем с костюмами у нас нет. А вот говорили, что коза будет. Коза настоящая или тоже не настоящая? Ну, коза настоящая, новогодняя. Настоящая новогодняя, настоящая. А в чем сюжет этой сказки? Вообще, новогодних сказок очень-очень много. В чем отличие этой? В чем ее изюминка? Изюминка этой сказки в том, что... Снегурочку ищет. Ищет Снегурочку, да. Да, я борюсь со злыми силами. В конце концов, побеждаем зло. И побеждает дружба в конечном итоге. А вот, между прочим, говорят, да, что на Новый год нужно загадывать все желания. Они обязательно сбудутся. А вот Дедушка Мороз и Снегурочка тоже что-нибудь загадают? Вот какие у вас желания? Желания? Снега побольше. Снега побольше, да. Снежинок побольше. Ну, я бы хотел, действительно, чтобы нашему народу, новосибирцам, жилось легко, весело, чтобы был достаток и чтобы было все хорошо в семье. Чтобы было много-много счастья. И вот, между прочим, все эти желания обязательно сбудутся. Потому что наш Дедушка Мороз, как я уже говорила, самый что ни на есть настоящий. И прямо сейчас я вам попрошу это доказать. Давай-ка, Дедушка, что-нибудь такое волшебненькое. Волшебное, да. Раз, два, три. Вот так вот. Ну, а мы обязательно продолжим нашу новогоднюю беседу. Правда, немножечко позже. А мы продолжаем нашу новогоднюю беседу. Сегодня у нас в гостях Дед Мороз и Снегурочка. И говорим мы о замечательном спектакле. Называется он «Новогоднее детское шоу». И приготовил его государственный академический сибирский русский народный хор. Немножко хочется узнать о сюжете сказки. Как мы уже выяснили, главные персонажи это Снегурочка и Дед Мороз и коза. А что же, собственно говоря, происходит и главное где? Небось, в Тридевятом царстве. Да, сказка начинается в Тридевятом царстве, в Тридесятом государстве. Указ царя найти Снегурочку. И на протяжении всей сказки ищет меня. Ага. А скажите, пожалуйста, уважаемая Снегурочка, неужели вам в такой вот замечательной короне, в таком костюме приходится еще и танцевать? Да, мне приходится танцевать. Тяжело мне? Нет, мне не тяжело. Не тяжело. А Дедушка Мороз тоже так делает? Да, я хотел бы сказать, что Дед Мороз тоже принимает участие очень активно во всем спектакле. Я и танцую, и пою. И во время, на протяжении спектакля у нас есть интерактивные игры. Мы спускаемся в зал, занимаемся с детьми. Дети принимают непосредственное участие в самом действии спектакля. Да, но наш спектакль, он рассчитан на большой, как бы, спектр детей, да? И он основан на глубоких русских традициях. И в то же время в нем есть современность. Есть компьютерная графика, есть современные песни, танцы. И также есть все то, что касается русской традиции. Как говорится, по последнему слову техники. Да, по последнему слову техники. Знаете, что, уважаемый наш Дед Мороз и Снегурочка, уж больно вы любите просить детей рассказать стишок. А сейчас я вас попрошу, расскажите-ка нам стишок. Пусть Новый год скорее придет и озарит наш дом любовью. Надежду, радость принесет. Веселье, счастье и здоровье. Спасибо большое. Вот, дети, запоминайте. Придет Дед Мороз, в ответочку ему расскажете. А скажите, пожалуйста, кстати, вот что в основном просят дети, когда загадывают желания? Вы знаете, после каждого спектакля мы выходим в фойе и возле елки, ну, встречаем детей и дарим им подарки. Да. Вот. Однажды, я не помню, в прошлый год или в позапрошлом году, пришел целый класс к елке, и они принесли письма Деду Морозу. Целую, прям, целая стопка. Вот. И что меня удивило, там были пожелания, ну, совершенно разнообразные. Начиная от какой-то простой игрушки, компьютера. И даже один ребенок попросил в Дедушке Мороз сделать так, чтобы в следующем году пришел папа. Вернулся домой. Вот настолько это трогательно. Ну, дети есть дети, они же просят все искренне. Они действительно верят в Деда Мороза. А бывают такие случаи, когда пытаются проверить, настоящий ли мне Дед Мороз за бороду дернуть или снегурку за косу? Бывают такие случаи, так как у меня много нарядов. У меня были варежки. Когда я вышла к елочке, дети за варежки трогают. Варежки мягкие. А в этом году у меня муфточка. Уже мудрая снегурочка стала. Мягкие варежки приберегла. Хорошо. А что больше всего лично вам нравится в работе для детей? Все-таки спектакли у хора совершенно разные. Чем именно новогодние близки вам? Ну, Дед Мороз. Видимо, всем. Да, ну, дети это, как сказать, я для детей очень много, как бы, делаю и работаю. И с детьми занимаюсь в танцевальных коллективах. Дети, они настолько честные, правдивые. И для них, то, что делаешь для них, ты понимаешь, что это какое-то ценное зерно. И оно будет прорастать и расти дальше. Как мы детей поведем, как мы им скажем, так оно дальше и будет. Очень было много праздников, да, у Деда Мороза и у Снегурочки. И, может быть, есть какие-то наиболее запоминающиеся? Вот лично самый для вас запоминающийся Новый год. Может быть, в необычном месте его отмечали? Или с необычными людьми? Или вот все в работе, да, в заботах? Ну, вообще, наша профессия, она отличается тем, что в празднике мы в основном работаем. Поэтому этот праздник, ну, он, конечно, радостный, веселый и приносит удовлетворение моральное. Но, с другой стороны, как бы привыкаешь к этому. Трудиться приходится. Трудиться приходится, да. Ну что ж, тогда я пожелаю вам легкого труда. И, пожалуйста, Дедушка Мороз, верни нам прежнюю Снегурочку. Тот наряд у нее тоже очень красивый. Пожалуйста. И варушки мягкие. Раз, два, три. Спасибо большое, Дедушка Мороз, что вернул нашу Снегурочку. Теперь мы уже в который раз убедились, что самое что-то ни на есть настоящее. Спасибо большое, что нашли время и заглянули к нам в студию «Оранжевое утро». И, конечно же, вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Я еще раз поздравляю новосибирцев с Новым годом и приглашаю на наше новогоднее детское шоу. Приходите, вам очень понравится. Спектакль интересный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова